Карагандинский шахтер продолжает приятно удивлять всех казахстанских любителей футбола и отлично рекламировать себя на европейской арене. Горняки и во втором матче переиграли Грозный Бате с тем же счетом 1-0. В ожидании главного сражения сезона, забитый под завязку стадион кипел от напряжения с самого начала. Виктор Кумуков снова выставил эшелонированную оборону в лице пяти номинальных защитников. Но это не заставило хозяев снова наглухо запираться на своей половине. Шахтер куда более охотно шел вперед. Порой, подолгу разыгрывая мяч в атаке, карагандинцы уходили в кураж и не всегда успевали возвращаться. Но, к счастью, белорусы этим не смогли воспользоваться. Пожалуй, главным героем не только этого матча, но и всего противостояния с Бате стал голкипер карагандинцев Александр Мокин. Во втором тайме весьма спорной ситуации главный судья указал на точку у ворот шахтера. 35-й номер чемпионов Казахстана полностью перевернул ход игры. Великолепный сейф Мокина надломил гостей и вдохновил хозяев. После этого игроки-шахтеры, в частности защитники, съедали абсолютно все атаки соперника. В одной из таких атак ему удалось поймать Бате на контратаке и вывести двоих игроков шахтера на рандеву с голкипером гостей. А после ошибки последнего Игорь Зинькович вывел карагандинцев в третий раунд Лиги чемпионов. Чемпион Казахстана, карагандинский шахтер, сенсационная батра в сильнейшеме Беларуси, Борисовский Бате, впервые в своей истории вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Переполненные эмоциями игроки-шахтеры еще долго не уходили с поля и благодарили болельщиков. Одного из главных героев матча Александра Мокина сразу окружили журналисты. Настроился, хотел доказать, что действительно его не было и чем-то помог команде. А так все ребята молодцы и умницы просто. Я благодарен всем. Еще один из тех, кто принес эту победу карагандин, нападающий Игорь Зинькович, для которого гол в ворота Бате является принципиальным, поделился эмоциями. Я футболист, за какую я команду играю, хотелось забить, я в каждой игре хочу забить, поэтому очень приятно, что команда вышла дальше, поэтому не важно, какая это команда, Бате или еще. На пресс-конференции первым традиционно говорил Виктор Кумыков. Мы обыграли очень хорошего соперника, очень сложного соперника. Игра была очень тяжелой, и дисциплина, и исполнение установки помогло нам выиграть. Я очень внимательно читал, сейчас можно уже интервью футболистов Бате перед первой игрой. Ну, они, конечно, не говорили, что у нас команда однообразная, предсказуемая, но легкая недооценка присутствовала. И в этой игре они подумали, что как бы это вот там случайно проиграли, а эту игру мы все равно выиграем. И поэтому опять, мне кажется, немножко они недооценили нас. Наставник белорусской дружины был немногословен и признал, что в этом противостоянии сильнее был шахтер. Команда за 180 минут не может забить гол, то команда не имеет права проходить дальше. Мы не были достойны следующего раунда.